ребята всем привет сегодня четверг я приехал на объект где мы сейчас выполняем некоторые работы но на канале есть ролик где мы эту крышу делали еще в прошлом году весь сезон скажем так да и конечный ролик по этой крыши я не смог снять потому что ну мы ушли на другой объект здесь уже снег начал падать и не получилось вот и сегодня такой момент где я могу сейчас уже вам показать этот фронт работы которые мы сделали и сами увидите что получилось у нас вот солнышко так светит хорошо и что покажу что-то объясню по этой кровли ссылку на последний ролик с этого объекта я оставлю в описании вот и возможно прикреплю его в конце ролика советую чтобы могли кликнуть и перейти он снимался насколько я помню 3 августа как раз его день рождения и после этого ролика с этого объекта больше ничего не выходило сколько я помню так вот так пойдемте смотреть так сейчас и камеру поверну нормально это нас финский залив идет чем же остановился в прошлом том ролике здесь еще не было окон когда я ролик снимал вот этих всех не было обмотана труба но это сейчас остановимся к этому все подробно крыша бассейна смотрите сейчас пойду штык ставлю заказчику вот за это мусор то что они здесь не убирают желоба ну или предложу свои услуги воронки забиты видите листва и она утрамбуется со временем если посмотреть внимательно нам желоба то там уже чуть ли не перегной то есть ну листья иголки все это падает начинает гнить вот конечно это надо все убирать какие-то баночки валяется и вон какая-то тряпка валяется вот смотрите это вот наверно здесь уже лежит какое-то время с прошлого года смотрите видите какая здесь грязь то есть попадутся потом семена или что-то еще это будет все гнить это вот ерунда вот смотрим сюда ведь листья собираются видите какая грязь естественно то грязь не вымывается отсюда это она все обслуживать ну я мое дело довести до заказчика что-то делать их сделала принимать решение значит окна велюкс вот попробую света добавить немножко в кадр если получится темно о получилось вот получается что мансардные окна вот так мы их обошли тем же металлом то есть мы когда покупаем но не мы покупаем заказчик покупает мансардные окна типа велюкс вот то их оклады которые идут в комплекте тогда мы ну советуем не брать потому что мы обшиваем тем же металлом сами подходы к окнам мы фартуки всю юбку делаем сами из того же металла что сделана крыша дальше если можно заметить то здесь появились три окна вот и как мы делали если заметил здесь картины они уже чем стандартный то есть обшивались распределение идет по окнам картин такой ширины нужно сделать то есть мы вот эти вот получается раз два три четыре пять картин здесь пять картин там пять картин и следующие вон там сначала обошли окна вот и промежутки между ними закидали тоже картинами сюда ушли здесь поставили две здесь поставили две вот чтобы не было знаете там вроде как стандартный идешь и здесь получается понял полный самбур такой вот поэтому мы все-таки с точки зрения эстетики такие вещи себе не позволяем вот труба трубу обмотали по причине чего залива здесь бывают сильные ветра дождь и мочит тру трубу и залетает вода да вот наверх естественно идет туда все вовнутрь поэтому они все это пока обмотали вот я советовал обработать гидрофобом все вот но они решили по-своему так снегозадержание орима вот это сетчатый снегозадержатель ставится над окнами чтобы синяя которая сползает вниз не упирался в окна и не образовался здесь на них сугроб поэтому над окнами мы советуем заказчикам вот ставить снегозадержание можно такого типа сетчатого поставить можно такого но это настолько мощные снегозадержатели что прям ну и не знаю что можно наверно камаз упереть и они ни фига не сползут так над трубой тоже советуем брать снега ставить снегозадержание вот чтобы туда снег меньше сходил вот хотя там стоит ледоруб на разуклонке но все равно чтобы весь поток снега не упирался в трубу вот здесь поставлены уже как видите молния защита в двух местах здесь сайт 4 он еще по моему выдвигается дальше через копичка и там стоит тоже вот гвен конек здесь на этой крыши он широкий здесь тоже по моему продавь у нас идет 100 вот контраблю стоит сотня вот широкий конек чтобы спокойно вентиляция работала здесь тоже самое здесь окна у нас получается очень близко стоят друг другу и сделал вот так вот что такое белая пыль лежит стены штукатурят чистит шлифует и естественно пылью все несет на крышу так дальше ну на стены желоба стоят вот вот такой вот лоточек то есть отсюда вода сюда отсюда сюда сливается но не смотрите на воронки они будут естественно здесь другие это просто временные стоят ендово в том последнем ролике и как раз таки показывал что у нас как здесь сделано если вы посылки в ней ну по описанию перейдете и посмотрите то ендово у нас сделан из широкого листа то есть от середины до суда у нас 620 миллиметров здесь водный фальт сделанный вот то есть расстояние отсюда до водного фальт по моему есть зоками не изменяет память он 300 миллиметров вот плюс сделал картина деформационный шов то есть это от лежа планка у нас стоит от планки от цепа до 20 сама подгиба примерно сантиметр еще по мишку чтобы картина могла ходить во время холода подтянутся вот новый как видите год прошел зиму пережила лето пережила кровля чувствует себя я бы сказал очень хорошо вот то есть молния защита ставится по пальцу по коньку она нигде не дырявится если посмотреть на держатели они крепятся прямо на пальце вот так вот и потом уже сам кабель девать специальные ушки и также она идет по коньку зажимы на конек то есть кровля нигде не дырявится так пойдемте сюда посмотрим здесь вот такой переход с фронтона на конек сделан ну смотришь вот на это да когда приходишь на свою работу смотреть уже спустя год и видишь вот такие вещи знаете прям хочется пойти и тыкнуть заказчику прямо-то все лицо ай-яй-яй-яй ну как крыша сдана это уже их проблемы грязно здесь видимо шлифовали еще и бы шлифовать неприятно смотреть нас на свою работу когда она грязная здесь вот так подвелись а здесь вот есть выемка здесь сделано вот так вот переходит фальц они в разных пускотях этот уходит вовнутрь а это сюда и вот такой переход на двойной фальц ирметичный идем дальше кстати вот я сейчас что-то покажу но я наверное завтра саприду еще буду снимать вот мы есть по зданию вот это вот линейное открытие называется вот это сейчас тоже закрываем примерно 350 погонных метров потом он еще скорее всего забор по кругу будет там метров на я не знаю на километр вот тоже скорее всего она будет делать колпаки делать крышки парапетные вот хозблок крыша хозблока 500 квадратов тоже не убирает тоже не убирает крышу вот плохо это это очень плохо сердце кровью обливается здесь два окна стоят друг на другом то есть у нас здесь прямые фальцы выходят вниз здесь и такая вкладка между окон и вот этот пальчик если заметите он идет немножко вне прямой она искусую чтобы водичка стекала вот так вот ну и с той стороны тоже самое то же самое вот так вот конек заканчивается вот так вот любимое видное место птичек типа сижу на краю да смотрю на хозблок заодно по серию вот далее та же самая ендова что еще хочу сказать про походные мостики то есть когда здесь некое что еще здесь получается как походный мостик по нему за него можно цепляться на веревку с альпинисты какие-то на вольной жесткой конструкции да по моему 500 килограмм удерживать вот вот все подоставляли человек получается вон там внизу есть отсюда не видно выход есть короче из этой шахты вот на крышу суда человеку там перила стоят он может пойти по перилам держаться вот подняться по этой лестнице наверх вот и пойти спуститься и пойти по трапам дальше кстати еще колпаки будут колпаки не там если видно то крыши темно но здесь почти мужская тоже крыша будет вот что еще если показал здесь вроде все показал про трапа объяснил удобно ходить по ним спокойно не шатается все прекрасно стоит тоже это а рима вот ну вот как то так как то так вроде все снял что хотел пойти туда показать еще что-то ничего нибудь а ну здесь получается что вен конек это вот эта площадь эту площадь полностью проветривает с это вот часть видите отсюда отсюда вентиляция происходит отсюда снизу вот здесь тоже самое пристенный продух вот который мы сейчас делаем тоже на другом объекте и вон там тоже крыша не убирает грязь не убирает грязь 1 на свои какие-нибудь услуги предложить по уборке крыши за много-много денег ну а что здесь можно в принципе листовую убирать и можно если больше много снега можно снег чистить ну здесь никто ничего не чистил все нормально как видите вот ну и сейчас спущусь вниз но я думаю там снимать уже нечего все понятно вот тоже предстенный продух сделали то есть конек там где стена то есть идет предстенный продух ну вот как то так как то вот так красота ладно всем пока следите за каналом подписывайтесь обязательно 70 процентов по моему по статистике смотрят без подписки грешники 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 но все вроде все показал кто не показал кому что интересно пишите я здесь объекты надолго еще до нового года наверно вот и если что я залезу что-то еще сниму покажу вот ну все всем пока